Ассаламу алейкум, Тумсо, брат. Вопрос, что мешает объединиться всем общественникам, которые против Кафырова и выступить одним фронтом? Ваалейкум, ассалам. Очень часто звучат вот подобные вопросы, идеи, вообще предложения, всем объединиться, но... Как ты относишься к Невзорову? Вот. Слушайте, по Невзорову я оказался в такой ситуации, когда однозначно раз я тебе на этот вопрос ответить не могу, потому что у меня было вообще изначально к нему очень негативное отношение, так как я Невзорова знал по фильму «Чистилище» абсолютно лживому, мерзкому, пропагандистскому материалу, созданному для опорочивания чеченцев, чеченской армии, чеченского сопротивления. Там в роли ноги, точнее, ноги в роли одного из чеченских лидеров, полевых командиров, вел себя максимально не по-чеченски. То есть, это была такая картина, именно в тот момент снятая, направленная на российскую аудиторию, чтобы вот показать россиянам, какие чеченцы просто изверги, и надо их всех там уничтожить, плюс там еще какие-то прибалтийские наемницы, значит, снайперки, их тоже нужно всех. Вот примерно вот так это выглядело, соответственно, раз Невзоров для меня был однозначной личностью, и если бы, например, этот вопрос прозвучал, тогда я бы сразу ответил негативно в отношении этого человека. Но, и надо сказать, что до начала Украинской войны я как-то не особо вообще уделял внимания этому человеку, мало чего про него слышал. Где-то там выскакивали какие-то ролики, может быть, там где-то я надыкался, но никогда не включал и не смотрел, ну вообще неинтересно было. Потом на тебе начинается война, я узнаю, что он куда-то там, значит, уехал, с ним делают интервью, все освещают ситуацию, что он уехал, он кричит, что слава Украине, на него возбуждают уголовное дело. Потом на тебе, там с Гордоном у него интервью очень комплиментарное, там Гордон прям хорошо к нему относится, называя его Глебычем. Потом я узнаю, значит, ну мы все с вами узнаем на днях, что ему дают украинское гражданство. Здесь, конечно, сейчас очень много вообще споров по поводу этого решения, насколько справедливо или нет, не хочу даже в это вникать. И вот тут я оказался в такой ситуации, ах да, и самое интересное, его-то упрекают этими его прежними как бы косяками, да, про чистилища, конечно, ему никто не говорит, это чисто наша тема, но ему там что-то другое припоминают, еще какие-то, видимо, он делал материалы. И он отвечает, типа, ну я был болен чумой, он говорит, разве есть вина на человеке, который был болен? Вот я переболел, теперь я, мол, изолился, ну и могу ли я теперь сказать, да нет, нет у тебя права на исцеление? Да нет, наверное, не могу. В общем, мне с одной стороны очень нравится, что он, в отличие от многих, он не пытается как-то оправдать все то, что он делал тогда, да, говорить, нет, это было так, было такое время. Он как будто бы, знаете, честно говорит, да, я был тогда пропагандистом, я был плохим, но я все, он говорит, исправился. То есть это, с одной стороны, это как бы честно, и, ну, это подкупает, да. Насколько все это искренне, ну, я не знаю. Во всяком случае, это, я думаю, это такой, ну, интересная такая личность, как бы там ни было. Но вот конкретно сейчас ответить на твой вопрос, отношение к нему обозначить я не могу. Возможно, поговорив с ним, да, пообщавшись, может быть, я бы сформировал бы свое мнение об этом человеке. Пока я конкретно ничего сказать не могу. А мне понравилось, как Нагиев играл сопротивление, за что ты воюешь. Мы воюем за эту землю, за каждый камушек, за каждый ручеек, за это солнце, это правда, чеченцы действительно воевали за это. Ну, ты извини, там, сделать его каким-то абсолютно аморальным уродом тоже было бы не совсем. Ему же нужно было все эти правила киношного жанра там соблюсти. Но в целом это был негативный персонаж. То, как он себя вел, как общие чеченцы себя там вели, как они на крест распяли пленного солдата. Вот это, ну, это же все настолько было чушью. Ну, для чего это было сделано? Для того, чтобы российского зрителя настроить, показать ему, какие чеченцы, вот, маньяки в своей основе. Невзоров переобулся, это раз-два за преступление, которое он, это раз, он говорит, а, типа, во-вторых, за преступление, которое он совершил, сперва надо сознаться и понести наказание, если он покаялся, срока давности нет. Ну, вот, видишь, здесь ты как бы закрываешь дверь к покаянию. Во-первых, мы не знаем конкретно преступлений, совершенных Невзоровым. Если бы было конкретно, вот он кого-то убил, да, мы бы сказали, что он должен за это понести наказание. А здесь, ну, что он должен? Короче, я, я все-таки останусь на том, что я сказал мне, наверное, чтобы по этому человеку дать четкий ответ, я должен, наверное, с ним пообщаться. Ну, а Закаева ты не оставил дверь раскаяния, поговорить с Невзоровым, сделать эфир у тебя нет проблем, но Закаевым ты говорить не хочешь как бы. Ну, это же неправда, кот-котов. Наоборот, я же, с Закаевым вообще нет никаких проблем по поводу раскаяния и так далее. У Закаев, ему, он, в принципе, уже как бы за некоторые действия принес свои извинения. Ему просто нужно, вот после того, как человек приносит свои извинения, ему просто нужно отойти. Все, как бы никаких нет больше вопросов человеку, кто собирается с него что-то там, какие-то претензии ему предъявлять, что-то с него спрашивать, тем более, к ответу его. Да никто, перестаньте. Здесь вопрос в другом. Просто есть политика, есть частная жизнь, там, журналистика, это разные вещи. Политик, когда он совершает какие-то действия, дискредитирующие его как политика, как человека, он просто приносит извинения, но он не может дальше претендовать на какие-то там политические властные какие-то кабинеты, троны, понимаете? Вот в чем, как бы, претензия. А так, если человек извиняется, отходит, неважно, как его фамилия, кто бы он ни был, да ради бога, двери, конечно, они открыты, и никто их не может закрыть. Асаламу алейкум, Тумсо, брат. Вопрос. Что мешает объединиться всем общественникам, которые против Кафырова и выступить одним фронтом? Асаламу алейкум асалам. Очень часто звучат вот подобные вопросы, идеи, вообще предложения всем объединиться, но мне бы хотелось увидеть, чтобы ответить. На твой вопрос, мне бы хотелось увидеть четкий план, что вы представляете под этим, что это, и нам, как нам нужно объединиться, всем собраться, взяться за руки, записать общий ролик, или что? Или создать один общий канал, на котором у каждого будет какое-то свое время, как вот, допустим, Навальный Лайв, да, и у них там разные ведущие, то есть такая команда, типа, как работа телевидения, да, где разные ведущие, разные программы. Или это вы имеете в виду? Что вы имеете в виду? Мне нужно вот это понять. Потому что вот это, что мешает объединиться? А кто говорит, что мы объединены? Да и так, как бы, все те, кто объединены, они и так объединены. Общей идеей, общим направлением, куда мы идем. Каждый работает в этом направлении. Но вот, что вы подразумеваете под этим вопросом, мне не совсем понятно. Если подразумевается, чтобы мы собрались, взялись за руки и записали общий ролик, то нет, в этом нет смысла. Я не вижу в этом никакого смысла. Если вы имеете в виду создать какой-то общий канал и в нем, значит, ввести там каждую свою какую-то программу, передачу, иметь там свое время, то, наверное, это уже нет, потому что мы не имеем такой, по сути, возможности. Во-первых, мы разбросаны по разным странам. Ну и вообще, опять-таки, это тоже, я не вижу в этом большей выгоды, что ли, чем то, что мы делаем на разных каналах. Поэтому давайте, наверное, сформулируйте конкретно, что вы имеете в виду, и я смогу ответить на этот вопрос. Так, про объединение. Имеется в виду, на сегодня наша диаспора в Европе не видит никаких работ, встречаясь с молодежью в разных городах, в нескольких городах, засели, с остальными нет дела. Что-то я не совсем понял, что значит работ, встречаясь с молодежью. Окей, а зачем нам нужны эти встречи с молодежью? То есть сегодня вот встреча с молодежью и с немолодежью, вот она. Зачем нам где-то встречаться, если вот это гораздо более эффективнее? Здесь сегодня вот собралось больше двух тысяч и молодежи, и не только молодежи. Разве, где мы смогли бы собрать более двух тысяч молодежи сегодня? В каком актовом зале, где нам на стадионе собираться? Я опять-таки не вижу в этом смысла. Субтитры создавал DimaTorzok